И начнем с главного. В следующем году, когда изменится схема полетов, северяне будут летать в Москву через Новый Уренгой. А вот до краевой столицы напрямую из Норильска. Об этом заявил губернатор Красноярского края. В четверг Виктор Толоконский прибыл в Норильск с официальным визитом, который начался прямо в аэропорту. Людмила Кожевникова подробнее. В четверг утром губернатор Красноярского края прибыл на территорию с официальным визитом. Первая рабочая встреча прошла прямо здесь, в аэропорту Норильск. Виктор Толоконский лично увидел, как ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая продлится, как известно, три года. Также он пообщался с подрядными организациями, ведущими эти ремонтные работы. Уже я ехал по полосе, по новой полосе. Уже все в бетоне, уже все на стадии завершения этого этапа работы. При том, я понимаю, как это было сложно, потому что снималось все старое, разрушалось все полотно. Укладывалась щебеночная подушка, потом специальная пленка, потом армированная сетка. Я видел высокопроизводительную машину, которая прямо заливает бетон. И огромная машина, по-моему, там с 7-метровым захватом выравнивает. Ну, в общем, это какой-то космос в дорожном строительстве. Слаженная, профессиональная и производительная. Так охарактеризовал глава региона работу подрядчиков, которые реконструируют Норильскую взлетку. За полтора месяца с начала ремонта проектировщики и строители успели выполнить такой объем работы, что уже в конце августа планируют получить сертификат на готовую часть полосы. Что же касается второго этапа строительства, который запланирован на следующий год, то ранее предполагалось, что в Москву северяне будут летать через Новый Уренгой, а на Красноярск через Игарку. Но на краевом направлении произошли приятные изменения. На Красноярск, вероятнее всего, будет прямой рейс, без всякой промежуточной посадки. Столько, сколько надо будет по пассажиру потоку. Все, что касается Москвы и дальше там на запад, будет, как мы тогда обсуждали, намечали, будет промежуточная посадка в Новом Уренгое. Там все готовится, там будет полная стыковка. То есть там пассажиры никаких особых неудобств не получат. Там будет и багаж обрабатываться вне зависимости. Ну, как вот мы транзитом летаем иногда, вот такие же будут условия. Аэропорт Нового Уренгоя, все будет подготовлено, вся необходимая инфраструктура. Летний пассажиропоток, как и планировалось раньше, сохранится на уровне 100 тысяч человек. Перевозить людей будут небольшие самолеты АТР, рассчитанные на 72 пассажира. Если будет спрос повышенный, думаю, еще есть резервы. Мы просто добавляем еще тогда машины, и это будет сделано. Ну, и одновременно мы просили руководителей и Норильска, и Таймыра, и комбината, и других предприятий, ну, сделать более таким гибким график отпусков, чтобы люди могли выехать чуть раньше и приехать чуть позже. Может быть, там на 7-10 дней начала учебного года будет сдвинуто. Ну, то, чтобы не было такой жесткой концентрации в последние дни августа и в последние дни июня, ну, немножко вот это будет раздвинуто, чтобы эти даты были в основном для школьников, для тех, кто поступает в ВУЗы. Ведут и специальный режим продажи билетов через интернет, чтобы избежать путаницы и отпуска билетов на уже проданные или несуществующие места. Росавиация готовит обращение ко всем авиакомпаниям страны, чтобы они не продавали билеты через глобальную сеть, пока не будут определены точный график и схемы полетов на второй и третий период реконструкции Норильской взлетки. Обещают проследить и за стоимостью билетов. Понятно, что когда мы перевозки организуем по особому проекту, конечно, будет особый контроль Росавиации, правительства края, за тем, чтобы цена билетов от этого не изменилась, и такие же были условия созданы для всех проживающих на Таймыре в Норильске гражданах. После первой рабочей встречи Виктор Толоконский отправился в Дудинку. Там у него запланирован ряд встреч с властями Таймыра. А уже утром в пятницу он приступит к работе в Норильске. Людмила Кожевникова, Артем Смирнов. Новости северного города. В Дудинке Виктор Толоконский провел совещание с властями Таймыра, обсудил решение вопроса о поддержке коренных малочисленных народов Севера, встретился с общественниками, предпринимателями и медиками. Среди прочих вопросов губернатор обсуждал и перспективы развития угольной отрасли Таймыра. Вы знаете, что на Таймыре уже начата промышленная добыча угля. Это очень большое новое производство. В следующем году там планируется добывать 5 миллионов тонн угля. Это очень большой объем. Понятно, что там строительные грузы, очень много другого. У нас и другие производства развиваются, растут. А уже в пятницу Виктор Толоконский будет работать в Норильске. Он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Города и Дню Металлурга. В программе пребывания также значатся встречи с Толнавскими горняками и посещение стройки Норильского перинатального центра. Там глава региона встретится с подрядчиками, чтобы выяснить, насколько они сократили огромное отставание по срокам возведения объекта. К другим темам. С 1 июля изменились правила работы скорой помощи. Теперь бригада врачей должна доезжать до пациента не позднее, чем за 20 минут. Поправки регламентируют и требования к штатному расписанию. Отныне не должно быть таких должностей, как водитель, фельдшер, а медсестры, выезжающие в составе бригад, теперь не имеют права самостоятельно оказывать медпомощь. Как сказались изменения на норильских медиках, выяснял Михаил Чернов. Регионам, говорят, в Норильской скорой помощи дали возможность учитывать специфику местности при применении новых правил работ. Например, требование добираться до пациента за 20 минут в Норильске уже давно исполняется. Добраться за это время, учитывая наши городские условия, вполне реально. Еще одно нововведение. В паре с врачом или фельдшером рекомендовано выезжать медсестре. Однако оказывать самостоятельно медпомощь отныне медсестра не имеет права. В Норильске эта схема работает давно. Более того, у нас нет нехватки ни медсестер, ни фельдшеров, как на материке. Только за последнее время в Норильскую скорую помощь устроились 15 таких специалистов с материка. В ближайшее время мы не планируем вводить должности медицинских сестер, так как надобности в этом как бы и нет. Фельдшер по статусу, по знаниям и по практическим навыкам гораздо, и по принятию решений гораздо выше, чем медицинская сестра. Еще одна поправка предполагает, что диспетчер сможет сортировать вызовы на экстренные и неотложные. Когда с человеком внезапно что-то случилось, а неотложные, это помощь, которая нужна людям, болеющим долгое время. По сути, такую помощь должны оказывать поликлиники. Также, согласно поправкам, из карет скорой помощи должно быть демонтировано избыточное оборудование. Оставшееся должно носить функциональный характер. Вот его у нас не было, убирать и нечего. Вот как оно было, дыхательное оборудование, электроотсасыватель, вон там стоит дефибриллятор, вот он, кардиограф один, кардиограф второй есть. Это вот то оборудование, которое необходимо. Так что работа Норильской скорой помощи уже до вступления новых правил соответствовала всем этим требованиям. И по сути, для пациентов и персонала ничего не изменится. Как и то, что услуги скорой помощи останутся бесплатными и доступными для всех, кто в них нуждается. Михаил Чернов, Геннадий Зверев, новости северного города. В Норильске станет на одну детскую поликлинику меньше. До конца года медицинское учреждение на Богдана-18 объединят с детской поликлиникой на Бегичево-24А. Происходит это в рамках реформы системы здравоохранения. Эта новость вызвала большой резонанс в городе. Но чиновники заверили, что объединение медучреждений не ухудшит, а наоборот улучшит качество оказываемых услуг. Решение о слиянии двух поликлиник было принято уже несколько месяцев назад, причем на краевом уровне. Идею оптимизировать детский больничный комплекс обсуждали между собой представители местного здравоохранения, краевой министр и губернатор. Юридически поликлиники уже объединили с 1 мая. Осталось собрать всех специалистов по детской медицине под одной крышей на Бегичево-24А. После объединения двух поликлиник ни один медицинский работник сокращен не был, сколько количества врачей первичного звена, то есть участковых врачей, сколько было, столько и осталось. То есть 29 участков как было, так и осталось. Также не было сокращено ни одного врача узкого специалиста. Поэтому, скажем так, все силы, средства и мощности остались в неизменном характере. Главным плюсом такого объединения станет то, что все узкие специалисты и педиатры будут теперь находиться в одном здании. Врачи-переселенцы займут пустующие кабинеты, в которых в ближайшие дни начнутся ремонты. Кроме того, на базе единой детской поликлиники будет создан специальный медицинский колл-центр. Работники колл-центра будут также как записывать, как принимать вызова на дом, как и записывать к врачам-специалистам и к врачам участковой службы. Но больше всего наречан волнует вопрос, справится ли поликлиника с потоком пациентов, который после объединения вырастет вдвое, в особенности в кабинет забора крови. Лаборатория будет принимать, естественно, часы забора анализов будут увеличены. То есть мы распределим потоки, отсюда полностью идут те, кто приходят на профилактические осмотры. У них будет либо в школах, в садах собираться, поэтому это будут выездные бригады. А здесь будут непосредственно только те, кто обращается по заболеванию с острой ситуацией. Объединение поликлиники должно завершиться до конца года, тогда же заработает и новый колл-центр. Что будет с освободившимся помещением на Богдана-18, пока неизвестно. Егор Тулновский, Александр Вори, новости северного города. В преддверии дня города и дня металлургана рельчане получили очередной подарок. Фасад одного из домов на улице Комсомольска теперь не узнать. Этот образец стрит-арта – итог последнего конкурса «Добавь городу красок». В этом году его проводили по двум направлениям – рисунок и граффити. В последней номинации этот проект признали лучшим, а вообще в конкурсе участвовали 89 человек. Результаты конкурса «Добавь городу красок» на рельчане видят ежедневно. Это АБК Рудника Каирканского, предприятие технологического железнодорожного транспорта, здание детской городской больницы. И, конечно, детские рисунки на автобусах НППАД. И вот теперь этот список пополнил новый объект. Завершены работы по художественному оформлению фасада очередного объекта, который оформляется в рамках конкурса компании «Норильский никель. Добавь городу красок». Этот фасад вы можете видеть. Вот он, пожалуйста, дом 41А по улице Комсомольска. Это в преддверии праздника Дня Металлурга, Дня города, Дня компании. Подарок от компании «Норильский никель. Всем Норильским». Программу энергосбережения и энергоэффективности. Почему в городе до сих пор торгуют запрещенными законом 100-ваттными лампочками? Это энергопотребление Большого Норильска. Ответы на эти вопросы узнаете прямо сейчас. То есть она не греется. Вот спокойно можно ее трогать. Эта энергосберегающая лампа – непременный атрибут жизни, ключевой фактор государственной программы энергоэффективности и энергосбережения. Она действительно работает долго и позволяет существенно экономить на электроэнергии. А эта лампа светодиодная, еще экономичнее первой. Если 30-ваттная энергосберегающая может светить как обычная 60-ваттная, то светодиодная на 7 ватт светит как 70-ваттная. Она практичнее. Видите, она падает, то есть она не бьется, то есть работа продолжается. Цоколь тоже обычный и есть цоколь, допустим, тоненький Е14. То есть можно подобрать в любую люстру, в любой светильник такой, который знаком людям. Плюс новых типов ламп – долговечность, если они, конечно, не подделка. Минус только один – цена. В среднем энергосберегающая или светодиодная лампа обойдется от 200 до 800 рублей за штуку. Конечно, не сравнить с привычной лампой накаливания за 35 или 50 рублей. В магазинах утверждают, в этом и есть главный подвох. Пока одна энергосберегающая за 300 рублей будет работать, скажем, 3 года, на регулярную смену обычных придется потратить столько же. И если не больше, лампы Ильича при непрерывном использовании хватает всего на несколько недель эксплуатации. Экономию от использования светодиодных или энергосберегающих светильников и ламп уже оценили норильские коммунальники. Говорят, что экономия получается 10-ти или даже 20-ти кратная. На 2016 год у нас запланирована замена светильников на энергосберегающие светодиодные под тем подъездом, которые стоят у нас в плане текущего ремонта. Светильников, если общее количество назвать, то это у нас около 1300 светильников. Главный конкурент энергосберегающих ламп – 100-ваттные лампы накаливания. Они хоть и дешевы, однако вот уже 5 лет как незаконны. Но их некоторые предприниматели все еще продают. И не только их. В Норильском отделе Роспотребнадзора говорят, что за последние 3 года в ведомство поступило 10 обращений, связанных с продажей, запрещенных к производству и продаже ламп. И товаров, на которые не указан класс энергоэффективности. Главный метод борьбы с этим – действовать сообща. Если потребители обнаружат в магазине лампы, на которых отсутствует класс энергетической эффективности, то бывают это лампы, холодильники, микроволновые печи. То есть можно полностью знакомиться в федеральном законе об энергосбережении энергетической эффективности и обращаться в Роспотребнадзор для того, чтобы данные лампы были сняты с обороты. Суд наложил на них конфискат и потом не подлежали уничтожению. Все это, говорят в надзорном ведомстве, поможет сохранить и нервы, и деньги. Меж тем, считают некоторые российские политики, не с лампочек нужно было начинать федеральную программу энергоэффективности и энергосбережения. Это очередной пример мартышки и очков. Очень многое в стране делается, потому что некоторые западные страны пошли по тому же пути. Мы подсмотрели, внедрили, а только все испортили. В части энергосбережения основная проблема в том, что наши сети так разрушены, что если на финише ты натыкаешь мелких улучшений, которые к тому же требуют совершенно иное управление сетями, то эффект получается обратным. Новые лампочки перегорают как бешеные, поскольку требуют совершенно иной системы сетей и иной системы фильтрации. Был же эксперимент, когда их понатыкали во весь дом. Они начали переводить трансформаторы в другие режимы, и общее энергопотребление дома от перегрева трансформаторов только выросло. Считает депутат Госдумы Иван Грачев, предлагая вернуть к жизни лампы накаливания. И все-таки нагрузка на сети растет не из-за энергосберегающих ламп. Главный энергетик Норильска Анатолий Береговских рассказывает, что для экономии электроэнергии в городских учреждениях было заменено 30 тысяч обычных ламп на энергосберегающие. А здесь, на объездной дороге в районе улицы набережной Урванцево и Солнечном проезде установлены новые эффективные светильники уличного освещения. А всего их в Большом Норильске более тысячи. Сегодня Большой Норильск ежегодно потребляет около 8 миллиардов киловатт-часов. И с 2013 года рост энергопотребления составил 2,5%. Просто жизнь не стоит на месте, поясняет главный энергетик города. Это связано с объективными причинами. У нас ввели три новых объекта муниципальных Больших садика. Шестая школа тоже прошла реконструкцию. С реконструкцией производства на Норильском никеле. Ну и уровень жизни граждан тоже растет. Появляется много дополнительного оборудования, бытовой техники, гаджетов. Муниципалитет старается экономить электроэнергию и другими способами. Утепление фасадов, зданий учреждений, герметизация межпанельных стыков, восстановление теплозавес в школах. Все это избавляет от дополнительных электроприборов. Также, впрочем, поступают по всей стране. Но энергопотребление растет. Что касается эффективности применения этой энергии, то тут дело движется медленно. Мы должны стимулировать применение энергосбережения. И мы это делаем. Была цель снизить энергоемкость ВВП к 2020 году. Снизить до уровня 2008 года. Она не будет достигнута. Может на 20% и снизим, не более того. Считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Чтобы заставить россиян эффективно использовать потребляемую электроэнергию, Павел Завальный предлагает применять повышенные штрафы к тем, кто этого не делает. И, похоже, это последний и единственный инструмент государства для подобной стимуляции. Михаил Чернов, Александр Ворий. Новости Северного города. Воспитанники лагеря мальчишки Севера тоже присматриваются к серьезным вещам. Например, уже думают, кем им стать в будущем. Помогают им в этом различные городские службы. Вот как на днях проходили совместные тренировки мальчишек и норильских пожарных. Подключаем ствол и выдвигаемся на позицию. Круто! Пожарный должен обладать храбростью, смелостью, чтобы вытаскивать людей из огня. Мне понравилось, что нас учили, как быть пожарными. То есть, если нам хочется, то мы можем пойти учиться на пожарного. Нам раскрывают все двери пожарных. Можно посмотреть, как они работают, что им приходится делать, с какими трудностями сталкиваются. Днем в городе небольшая облачность без осадков. Ветер переменный 3,8 метров в секунду. Температура в городе плюс 25, плюс 28 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...